всем приятного просмотра будем готовить сегодня плов мясо лучок морковочка чесночок приправки и рис все это будем казанчик думаю получится очень вкусно скворцы у нас чирикают весна полным ходом поправили меня рис мы используем только такой это ну можно сказать реклама но нам за нее никто не заплатит приправки у нас такие чесночок сушеный и специально для плова у нас есть большой помощник джек даджек с нами тоже будут готовить все выпускаем мясо масло на колью перемешиваем чтобы обдалось термопленочкой запаковалась так чтобы сочное было мясо обжарится чуть-чуть и лучок морковочкой хлебом вот так вот это все выглядит хорошо раскаленный казань и масло дает хороший эффект на то что уже сразу поджаривается мясо ну и такой хороший огонек чтобы был мясо магазинское и из-за этого выступила влага с мяса первый раз брали это мясо не пробовали никогда такое но у него водичку и жарится тут ничего страшного водичка выпариться обжарится и будет дальше процессы ким добавлять и добавляем лучок вообще как говорят люди которые занимаются приготовлением плова пропорции делают всегда килограмм 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 лука я понимаю когда так много от морковку не люблю получается сладкий лук обжаривается добавили дровишек чтобы жар был хороший чтобы морковку чтобы жарить до готовности добавим приправки и потом рисок поможет изготовки играет палочки палку гораздо больше его но она не так точно сильно нравится джек 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 нравится показывают ну как режут все это я не стал морковку сумку соломкой следующем видео покажу как нарезаю морковку просто полукольцевой добавляем морковку я уговорил что не так много потому что мы не люблю когда много морковки и получается сильно сладкий плюс так вот морковку приготовим готовится нацепим приправки соли а потом будем засыпать рис перемешаем мясо лук морковку и потом добавим рис рис мы добавляем сухой кто-то замачивает промывает но вот этот рис он идет хороший и как бы пробовали его замачивать него нет минуты воды белой воды то есть муки в нем мало вообще практически нет вот из-за этого мы сухой добавляем приправки вот такие барбарис ну где-то на глаз 2 столовых ложки но форматами сухой чесночок и соль все это перемешиваем а если камера передавала вам аромат какой-то пол перемешаем дадим чуть-чуть постоять сейчас приготовим заступим рис и горячую водичку все обжарилось приправки не постояло потушилось все защищаем все со стенок риса мы не будем можно сюда казан позволяет насыпать целую пачку но мы не будем так как у нас небольшое количество народа сыпем и пол пальчики и заливаем водичку заливаем водичку . как говорил мне один человек что надо быть на два пальца на палец полтора выше рис еще чуть-чуть не думал до 100 ты теперь ждем все закипит накроем крышечкой пускай будет томиться посмотрим что у нас там все кипит все хорошо ждем осталось только ждать когда будем перемешивать добавим чесночок и оставим чтобы еще постоял поваренок с нами джек ты помогаешь нам готовить что у нас там уже практически все хорошо он блин только темнеет у нас быстро что-то вот так красота ну а теперь смотрим что у нас получилось вот такая красота сейчас повтыкиваю чуть-чуть чесночок чтобы он был кто-то любит такой чтобы он был прям тушеный растаявший нам и такой что немножко хрустел как говорится у каждого свой вкус кто-то делает головки штуки 3 но если бы мы использовали всю пачку можно было две головки первую шелуху очищаешь чтобы зубчики было видно и прям целиком ее штуки 3 на этот бы казан можно было оставить их как говорится похоронить в плове за 10 минут а кто-то делает сначала засыпают сначала ставят головки а потом делают этот потом засыпаю на мясо с овощами ставят головки потом засыпают рис и все просто это отобьем мы делали на пол пачки нам это достаточно сейчас буквально минут пять подождем еще и будем перемешивать посмотрим что у нас получилось снизу прошло около пяти минут будем смотреть что у нас получилось ничего не пригорело все хорошо она прям рассыпчатый такой получился на удивление еще может быть есть там чуть-чуть немножко логички как раз он перемешаем сейчас он постоит еще минут пять и будем садиться за стол кушать в общем ребята кому понравилось ставим лайки кому не понравилось ставим дизлайки пишем комментарии может что-то сделаем неправильно подскажите нам ну в общем как то так как говорит один человек пойдет все всем приятного просмотра приятного аппетита ждем от вас комментарии подписывайтесь отсылайте друзьям пускай смотрят может быть кому-то это будет полезным это видео все всем удачи сидите дома никуда не выходите самоизоляция